«Право народа Арцаха на самоопределение является священным. Оно не может быть отменено путём применения силы», – подчеркнул премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю дня провозглашения Республики Арцах. Премьер также отметил, что народ Арцаха воспользовался своим законным правом, и любое насилие против него направлено против человечества и человеческой цивилизации. «Таковым было применение насилия против народа Арцаха сразу после провозглашения независимости, война, в результате которой термин «Нагорно-Карабахский конфликт» вошёл в повестку международных отношений. Была создана Минская группа ОБСЕ, три страны-соприседателя которой были наделены посреднической миссией по урегулированию конфликта. К сожалению, конфликт не нашёл разрешения, и насилие продолжилось, получив своё самое гнусное проявление в виде развязанной войны против Республики Арцах. Преследующий цель – решить конфликт с силой». «Эта война, несмотря на все усилия противника, не достигла своей цели», добавляет Никол Пашинян. «Арцах сегодня хоть и ранен, но он стоит и имеет полную поддержку и содействие Армении и всего армянства. Мы помним всех своих мучеников, погибших в борьбе за свободу Арцаха и склоняем головы перед их памятью. Право народа Арцаха на самоопределение является священным. Оно не может быть отменено путём применения силы. Поэтому на всех международных площадках мы сегодня утверждаем, что Нагорно-Карабахский конфликт не урегулирован. Об этом свидетельствуют также и заявления стран-соприседателей. Конфликт ждёт своего разрешения посредством мирного процесса». Он подчёркивает, в результате этого процесса окончательное разрешение должен получить вопрос статуса Арцаха. «В нашей истории для армянского мира Арцах и арцахцы всегда имели особую роль», – отметил в своём поздравительном послании президент Армении Армен Саркисян. «Мы стоим перед общеармянским испытанием, для преодоления которого опять-таки необходимы общенародное единство и сплочённость. Вопросы, связанные с обеспечением независимости Арцаха и неприкосновенности жизни населения, непрекращающиеся угрозами новой войны со стороны Азербайджана, статусом Арцаха, решением социально-экономических и гуманитарных вопросов – являются приоритетами общенациональной повестки». 2 сентября – важнейший день в нашей жизни, подчёркивает президент Арцаха Рейка Рудюнян. «Преклоняю голову перед памятью всех погибших за родину. Человеческие потери невосполнимы, но при этом обязывают нас. На нас лежит историческая ответственность – жить и созидать на своей собственной родине. Строить республику Арцах, руководствуясь нашими национальными ценностями и международно признанными правами». В послании Министерства иностранных дел Армении говорится, что Армения будет последовательно защищать реализацию права народа Арцаха на самоопределение и на свободную и достойную жизнь на своей родине. «Проводимая властями Азербайджана на государственном уровне армянофобская политика, преднамеренное и запланированное уничтожение армянского культурного наследия свидетельствуют о том, что армяне Арцаха продолжают стоять перед угрозой физическому существованию и не могут жить под контролем и юристикцией Азербайджана». МИД Арцаха заявляет, что со дня своей независимости республика Арцах прошла через многочисленные испытания, в том числе разрушительные войны и тяжёлые потери. «Тем не менее, ни террор и угрозы, ни блокада и повторяющиеся вооружённые агрессии не смогли сломить волю народа Арцаха и его решимость защищать независимость и суверенитет, укреплять и развивать свою государственность». Внешнеполитическое ведомство в очередной раз подчёркивает, народы власти Арцаха продолжат с непоколебимой решимостью добиваться международного признания независимости страны и восстановления её территориальной целостности, укреплять и развивать суверенную государственность. Внешнеполитическое ведомство в очередной раз подчёркивает, народы власти Арцаха продолжат с непоколебимой решимостью добиваться международного признания независимости страны и восстановления её территориальной целостности. Диана Гаспарян, Нурайшога Кян, Вести.